На этих кадрах, снятых камерой мобильного в селе Черешня, видно, как молодые люди средь бела дня выгружают мешки со строительным мусором прямо на обочину. В кадр попадает и тот, кто организовал такой несанкционированный отвал отходов. Вдительная сочинка зафиксировала и автомобиль с хорошо читаемыми номерами. Оперативно буквально в течение часа нам дали полностью всю информацию по данному транспортному средству, по собственнику и по данному жителю. Значит, на следующий день уже в 9 утра он был в сельской администрации. А сегодня приглашен уже в администрацию района на жесткий разговор с главой Адлера и полицией. Нарушителем оказался житель того же села Черешня, который не постыдился мусорить прямо там же, где живет. Больше не повторяйте. У меня уже договор есть. Я знаю, как надо это все отделять. Договор с Сахом на вывоз строительных отходов Лерник Чахалян заключил уже после того, как был пойман. И сразу на следующий день вместе с теми же друзьями очистил всю территорию от мусора. То же самое пришлось делать и Алексею Иванову. Вот такую свалку он устроил в Кудепсте. Целая гора строя отходов была выгружена на муниципальной земле. Сегодня она уже ликвидирована. Нарушитель также был приглашен на профилактическую беседу. Впрочем, просто беседой все не ограничится. Полиция уже завела административные дела. Эти факты необходимо сообщать всегда в полицию. Гражданам нужно разъяснять, непосредственно жителям города, в районах. Увидели факт отвала, строительный, будь это мусор, либо бытовой мусор, значит, не вызывать полицию. На месте будет обязательно оценен нанесенный городу или природе ущерб. И если он превысит 250 тысяч рублей, то на таких нарушителей будут заведены уже уголовные дела. Кстати, подобные совещания в администрации Адлера решили сделать еженедельными. Активнее начнут работать и специально созданные мониторинговые группы. Обязательно сотрудник полиции, обязательно сотрудник администрации. Также присутствуют ТОСы. Также у нас работает и активное население наше. Конечно же, эту работу мы будем сейчас вести еженедельно. Тем более, было поручение Пахомова Анатолия Николаевича именно по наведению санитарного порядка в сельских округах. А, к сожалению, данные факты у нас очень часто и густо происходят именно в сельских округах. Работа будет активной, а наказание за каждое нарушение жестким, подчеркивают в администрации. Кстати, по статистике, в ходе каждого субботника только в Адлере вывозят более 20 тонн неучтенного мусора. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.